Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Это программа Утренний Экспресс. Лето. Традиционно высокий сезон для рынка загородной недвижимости. Однако не каждый дом пользуется популярностью у покупателей. О том, почему не все дома продаются, поговорим с нашим экспертом, генеральным директором агентства недвижимости Александром Дмитрием Александром. Доброе утро. Доброе утро, друзья, взаимно. Так, бывает так, что несмотря на сезон, дома не продаются, не покупаются. Не востребованы. Так ли это? Да, конечно, так. Это даже прямо совсем классика, я бы так сказал. И тут же дело в том, что мало кто обращает внимание, что домов на самом деле значительно больше, чем покупателей. И есть дома, так сказать, староформатные, есть дома, там, большие эти замки красные, кирпичные, которые стоят дорого. С лучниками. Да, с лучниками. Вот. И получается, что да, домов больше, очень много продается коробок. То есть люди строили, строили, недостроили. Плюнули, махнули рукой. Махнуть-то рукой они махнули. Но дальше думают, все-таки это классное место, плюс коробка, ну и что, что недостроенная. Зато смотрите как, и цена не соответствует этой коробке. То есть люди... Завышают? Да, конечно, завышают, но, как говорится, терпение и надежда – это две добродетели, но они слабо работают вот в этой схеме. То есть на самом деле там нужен такой дисконт, чтобы покупатель все-таки захотел эту коробку. Это вот такая особенность. Ну, понятно, друзья, что инфраструктура, она с каждым годом становится все более и более важной. Люди понимают дороги. Ну, 40 километров от города – это вот этот радиус. То есть 20 – это замечательно, но 40 – это вполне терпимо, если есть другие инфраструктурные вещи, и ты там не по ухабам едешь. Важнейшее дело теперь получается цена. Ну, конечно же, цена она всегда рулит, но я бы так сказал, что сейчас, если говорить про такой относительно большой размер, понятно, что маленькие 3 миллиона, там, садовые домики, там, 2 миллиона, полтора – это все отдельная тема. Но если говорить уже про дом, то 5-7 миллионов – это прекрасно. Почему? Потому что людям многим хочется продать квартиру и уехать. Вот. Ну, в связи с этим тянется размер. Размер 100 квадратных метров, если даже домик одноэтажный, то это вот теперь такая тема. Если вы выпадаете из этого, это не значит, что это нельзя продать, да, все продается. Но все-таки правильная оценка, ну, есть какие-то еще, наверное, нюансы. Вот. Какие вот факторы? Вот давайте мы еще раз. То есть инфраструктура близко к городу, то есть 40 километров это предел, это тогда можно продать. Что еще влияет? Еще влияют такие моменты. Смотрите, чаще всего вам, конечно, нужен специалист. И вы бывает, что выбираете риэлтора, с которым вы работали, с которого вы знаете, который ваш знакомый. Возможно, он вас обслуживал, покупал вам квартиру. Специализация – важнейшее дело, потому что большая часть риэлторов продают квартиры. Они их щелкают, как семечки. Щелк, 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 щелк. А то есть здесь нужны другие какие-то знания. Да, то есть важно, чтобы вы выбирали агентство, в котором есть специалист, который специализируется на загородке. Совсем другой результат. Понятно. И куда же обращаться? Ну, да. Сейчас узнаем, куда обращаться. Ну, друзья, обращаться я традиционно вам рекомендую в агентство «Недвижимость Идеал». Мы специализируемся на загородной недвижимости тоже. Вы знаете нас как специалистов на вторичном рынке. Но все-таки по загородке есть специалисты, которые занимаются профильно этим делом. И очень важно, чтобы у компании была реклама, которая умеет продвигать ваши объекты. Поэтому обращайтесь. Работаем мы уже с 9 утра. С 9 утра до 9 вечера мы в будни работаем, выходные покороче. Скоро нам будет 29 лет. Это прекрасный показатель, я думаю, для того, чтобы реализовывать в том числе и ваши загородные дома. Ну, а квартиры вы сами знаете. По квартирам – это традиционная тема. Спасибо большое, Александр Дмитриев, генеральный директор агентства «Недвижимость Идеал», был у нас в гостях. Мы благодарим, желаем всего самого доброго. Рад вам видеть, друзья. Ну что ж, а прямо сейчас, друзья, смотрим сюжет о том, как грамотно и качественно сделать ремонт ванной.